Россия перестает быть востребованной страной для трудовых мигрантов, а количество дешевой рабочей силы в лице трудовых мигрантов, в частности из Центральной Азии и Украины, снижается с каждым годом. Об этом пишет газета РУ со ссылкой на экспертов Ранхикс. По подсчетам экспертов, миграционный прирост в России в 2018 году оказался самым низким за последние годы. Начиная с 2014 года число международных мигрантов, прибывающих в Россию, стабилизировалось на уровне 565-600 тысяч человек, но число уехавших увеличилось с 308 тысяч в 2014 году до 441 тысячи в 2018 году. Говорится в очередном выпуске мониторинга «Ранхикс». По мнению директора Института демографии Высшей школы экономики Анатолия Вишневского, негативный тренд может сохраниться до 2035 года, и мигранты уже не смогут компенсировать естественную убыль населения в России. Эксперты отмечают, что миграционный прирост населения России в 2018 году был самым низким за весь постсоветский период, а население страны сейчас растет почти исключительно за счет миграции. Напомним, что в последние годы российские власти значительно ужесточили миграционное законодательство, а спецслужбы регулярно фабрикуют на трудовых мигрантов уголовные дела по обвинению в терроризме, а потому вышеприведенное является вполне естественным и объяснимым явлением. Я не виноват.